как доводить дело до конца то первая ступень то мантры и шумы и все такое классное но понимание но понимаю нужно начать необходимо необходимо знать что самая удивительная и самая лучшая медитация в жизни это медитация нашей жизни медитация нашей жизни заключается в том чтобы те идеи философские которые я даю в эзотеристской школе кайлас чтобы эти идеи в жизнь свою продвигать вот я всегда говорил знаете любите людей любите близких проявляйте эту любовь чем больше любви будет проявляться тем больше счастья будет как справиться с собой ведь там большое количество негатива об этом я рассказываю в школе не относитесь к эзотерике как прикладной науке или прикладному искусству эзотерика это больше философия и даже я бы сказал образ жизни образ жизни в ходе которого человек там для помощи себе может читать мантру ежедневно дисциплинируя себя или ставить ритуальную защиту для того чтобы не так сильно его беспокоили внутренние состояния и разочарования доводить дело до конца эзотерика не может быть началом и концом человек либо входит в эзотерику и она становится частью его судьбы и частью его жизни внедряясь и становясь жизнью либо ему не нужно считать ее делом эзотерика есть жизнь знаете человек говорит сколько по времени и так далее нет нет это должно войти в вашу жизнь не частью вашей жизни стать тогда это начнет работать это интегрированная система знаете что такое религия религия это не помолиться и забыть религия это думать о боге религия это верить в бога религия это там бояться соблюдать заповеди это есть религия а когда человек говорит ну я вот религия это там чуть-чуть а все остальное или там церковь сходил и все я верующий это не так потому что религия это совершенно другой также эзотерика это целое осознанное восприятие сформированная за счет новых образов сознания и новых чувств которые создает у себя человек это помогает человеку в дальнейшем изменить тотально свою судьбу второй вопрос вы же задаете чего одного главное благодаря вам перестала себя чувствовать жертвой деньги скоро будут не знаю как а мне 60 ощущения возраста это вы прошлую первую ступень старую смотрели я понял жаль тех людей кто смеется над эзотерикой я ни при чем мне все равно эти люди я обычно говорю ну если ты такой умный если ты так много всего говоришь почему ты так такой несчастный если я рассматриваю себя то я говорю я счастливый человек я люблю жену люблю детей люблю маму мне нравится вставать мне нравится просыпаться мне нравится моя работа у меня получается зарабатывать у меня получается руководить у меня получается жить у меня получается отложить у меня получается потратить у меня получается путешествовать мне получается жить интересно любить близких у меня получается коммуникация с близкими у меня получается знать что-то еще и жить так чтобы жизнь была интересна у меня получается делать так чтобы меня любили дети это важно меня получается так чтобы меня любила жена и теща у меня это получается это огромное счастье что я для этого делаю я занимаюсь эзотерикой а когда ты занимаешься эзотерикой то это по моему мнению один из путей который может привести человека ко всем этим мной перечисленным задачам поэтому начните вы же только начали вы же только начали но я могу сказать что вы правильным путем идете успехов вам пусть все будет хорошо а где заказывать продукцию извините что не по теме вот здесь вот сейчас указаны указан адрес сайта и все остальное вы можете перейти набрать номер телефона или перейти на сайт и приобрести себе все что захотите вообще я вам хочу сказать вот такие слова стремитесь к ценностям своего сердца более чем к ценностям материального и еды и даже секса и выживание всего остального если у человека будут ценности духовные душевные даже можно сказать ценности материальные они не уйдут от вас и они будут у вас присутствовать выбирайте всегда ценности духовные что это обозначает на самом важном месте я бы хотел поставить ценность нашей сердечной доброты наша сердечная доброта она может взращиваться и от чего она возникает она возникает у вас в груди но вы более чем другим чем-либо создаете свою жизнь когда ценности доброты внутренней они развиваются это не значит я была доброй к нему дала ему поесть нет это ваши чувства можно смотреть на человека и думать и ни о чем не думать и брезговать этим человеком как вообще но относиться к нему хорошо а может быть так что вы тепло относитесь что это такое это нами известные идеи которые существуют это не возлюби ближнего наверно не накричи когда хочется прости если не хочется прощать это в тот момент когда хочется использовать не используй это когда хочется устроить скандал или послать промолчать это есть вот эти душевные ценности люди думают что можно орать налево и направо всех ненавидеть злиться без конца и потом говорить я такая добрая я бедным помогала в церковь ходила за людей молилась нет это не то а какая же внутри а все внутри человек только использовать и вот такой тепла любви и радости внутренней не присутствует о чем я говорю сейчас говоря внутренней доброте и внутренней радости я говорю о каком-то чувстве который возникает там где-то в груди когда я в свое время проводил исследование у меня был такой опыт я проводил исследование у взрослых и у детей особенно у детей которым было там 7 10 лет это были друзья моего сына им уже по 20 лет то были дети у которых светились глаза и у которых были при рассказах о чем-либо состояние такое было доброе доброе то есть проявлялась это состояние и она мной ощущалось как елей были дети наоборот и я когда говоря что папой говорит так причем тут папа а ты как-то причем там а что же пытаясь чтобы ты хотел и были дети которые я бы хотел чтобы родители у меня там любили друг друга я бы хотел что кто-то говорил я бы хотел гончую машину и так далее я вот хочу вам сказать что мы почему-то рождаемся с этими внутренними состояниями нашего сердца просто сердечное и агрессивно сердечное холодно сердечные ненавидящие вот чем сильнее ребенок рождается и ненавидит тем больше у него шансов прожить жизнь несчастный почему так все предельно понятно смотрите мир же делится на добро и зло случае если добро то человек должен быть добрым где в своем сердце тогда и под над ним будет купол добра тогда события которые будут возникать они будут обогащены добром а когда человек злой он может быть злой не по отношению к кому-то может быть злым в своей душе злость своей душе это агрессивная ненависти ческое поведение по отношению к себе это раздражительность когда человек может раздражаться на ровном месте на все это бурчание ненависть ну что хочешь и над вами на таки а если вы начинаете сеять ненависть еще то будет купол это написано еще в книге ну кого-нибудь давайте я вам сегодня о ком-нибудь скажу ну допустим о тресмегеристе свое время тресмегерист своих трактатах написал что будет внутри то будет сверху и я с ним абсолютно согласен только о чем он говорил он говорил о том что наши чувства хорошие они создают наш индивидуальный хороший мир а чувства наши плохие наши ненависть агрессия злоба а многие умеют ненавидеть долго а многие могут ненавидеть годами многие могут так ненавидеть и так далее здесь такой вариант человек выбирает для себя как в книгах во всех абсолютно написано человек выбирает для себя путь и он выбирает для себя путь где он будет страдать за что бог людей наказывает за злобу за ненависть но как правило больше всего наказывает за ненависть к себе за ненависть близким которая настолько может выплескиваться что она развивается и ненависть кому-либо и когда мне человек пишет допустим ты какашка мы тебя ненавидим кто ты такой мужик там да кто-то и так далее то я ничего не отвечаю обычно такому человеку почему мне не по пути с ним он сейчас мне напишет и пойдет дальше смотреть он дальше меня не будет ему не захочется это делать а что же он хочет и что же он ищет неприятности когда-то рассказывал история на звучит так у меня был друг армянин звали его армен и мы когда-то ехали и его слова были все время такие да очень важно чтобы человек жил по понятиям не должно быть лохов вокруг аллахов надо постоянно только щипать нормальные пацаны там нормальный смс и у него все разговоры с нормальными пацан для нормальных пацанов у пацанов с нормальными пацанами и так далее угадайте чем он закончил а где я когда-то у него спросила я говорю а где же они находятся эти нормальные пацаны но говорит нормальным пацанам потому что они всегда авторитеты за правду они всегда всех защищают аллахов наказывают ну и иногда появляется проблема у них они садятся в тюрьмы конечно там все как ты думают гадайте чем закончил этот мужчина а что заставляет почему так устроено все однозначно чем больше у вас триггеров на что вы готовы что выгод что вас бесит и на что вы реагируете что вам не нравится тем больше небо ненависти над вами можете себе написать прямо если вы чувствуете постоянно раздражение ненависть к себе к этому миру к близким к тому где вы находитесь если вас все раздражает буквально вы все ненавидите не можете это принять можете уже сейчас сказать над вами сверху и сидит без этот без это высшая сила зла которая помогает вам помогает усиливая вас энергию ненависти и вы после этого говорите у меня неприятности почему мне не везет а не может быть иначе по-другому никак стремитесь к ценностям своего сердца более чем к ценностям еды и выживания будут ценности духовные будут материальные почему цена сердечно это чувство сердечное теплые добрые как у иисуса христа который в свое время говорил близким людям которые находились с ним и тем которые встречались он говорил относись как будто это мать твоя брат и сестра твоя относись ближе чем к себе люби людей просто так но мы думаем что любить это сказать что-либо человеку нет любить это прежде всего знать что в душе твои непоколебимое состояние внутреннего добра и она гениальная именно это внутреннее добро она очень изменяет человек я уже рассказывал в инстаграм такие слова многие люди после моего видео где я говорил да я хочу записать видео и рассказать в этом видео каким образом можно там зарабатывать деньги через youtube какие программы необходимо скачать и как это делать так вот я хочу вам сегодня рассказать свою историю становления это было в 2010 году 2000 конце начале 2011 года так вот 2010 году находясь в городе киеве я решил проходя курс химиотерапии я решил реализовать свою задачу о которой я всегда мечтал предыстория звучит так очень долгое время я занимался поиском эзотерическим мне очень нравилось как многим кстати в детстве вот я в детстве читал фантастику смотрел фантастические фильмы в очень раннем возрасте заинтересовался йогой занимался йогой 12 лет не ел никакой пищи мясной и там был причастен к йогическим разным направлениям когда вырос то появились какие-либо заинтересованности это были и восточные единоборства которые привели меня там в одну эзотерическое направление в школу будучи человеком коммуникабельным сумасшедшие просто памятью начал работать с этими людьми как человек работающий на руководителя эзотерической школы в дальнейшем руководители института в дальнейшем сам там начинал что-то делать коучинг и пробовал преподавать психологию и пробовал заниматься курсами какими-либо длилось это недолго почему не было у меня удовлетворения потому что постоянно создавая что-то было ощущение как будто я пользуюсь чем-то и у меня появилась идея рано или поздно создать что-то что смогло бы мне помочь это со временем сформировала у меня возможности появилась идея создать первую ступень школы кайлас на то время я уже выходил из состояния болезни то есть мне становилось каждым днем лучше я жил с девушкой определенной еще не хотел жениться как бы еще был у меня выбор такой встречи были не частыми и в это время у меня появилась идея у меня уже был бизнес существующий были отделы и были магазины и был готовый бизнес я в аренду сдавал и там куча всего в общем финансово не могу сказать что мне было легко финансово я даже могу сказать что до этого лет пять до открытия эзотеристской школы мне было хуже вернее лучше с финансами а когда решил открывать там не было хуже что меня заставляла и толкала мне хотелось чтобы люди которые меня будут слушать вместе со мной пройдут путь который я себе наметил это было одной из задач одной из идей и в этот момент я решил этим всем заниматься четко для себя прописал в блокноте последовательность эзотерических моих учений взяв за основу за основу книгу которая называется институт эзотерический институт мюнхенский институт эзотерики которая мне очень понравилась взяв за основу идеи которые там были описаны я решил основываясь на этих идеях плюс свои какие-то наработки дать информацию после этого это был ноябрь 2010 года в ноябре 2010 года первого числа я по позвал всех своих знакомых и снял аудиторию за 100 долларов в институте на подоле в киеве пригласил туда в шесть часов вечера моих близких какая была моя идея им говорю послушайте первый день о чем я вам хочу преподавать на протяжении следующей недели если вам понравится то вы можете заплатить не за это и сразу цена была такая 100 долларов после этого люди слушали первый день и не приходили потом я находил новых людей приглашал их раздавал листовки брал знакомых телефоны и так далее и делал где это каждую неделю я делал это сделал это четыре раза в ноябре четыре раза в декабре четыре раза в январе четыре раза в феврале четыре раза в марте и получилось у меня приблизительно 20 раз в марте я пытался это сделать больше пяти или даже шести раз потому что у меня не было уже отношений и мне хотелось куда-то потратить время каждая аренда стоила у меня 100 долларов каждый раз когда я проводил и говорил приходите ко мне только мне никто не приходил я давал телефон и мне никто не звонил на мой номер телефона мои речи как мне казались были убедительными они должны были нравиться и мне кажется люди должны были запросто пойти я даже думал приблизительно так почему к другим идут а ко мне не идут и начинал себя убеждать что я занялся чем-то плохим что тем чем я собираюсь заниматься очень много что это все полная глупость и так далее но было но она заключается вот в чем она заключается в том что в конце марта где-то 20 числа точно также я собрал аудиторию аудитория была меньше потому что по 100 долларов я платить уже не хотел аудитория была меньше там поместилось приблизительно 17 или 18 человек я провел семинар и сказал что те кто хочет завтра прийти и слушать весь семинар то приходите и заплатите мне сколько хотите и кто-то пришел заплатил мне 10 долларов кто-то 20 кто-то 30 кто-то 50 там же присутствовал парень который мне сказал слушай у меня есть помещение хочешь можешь проводить этот семинар и чтобы не платить в этом помещении и разрешил мне в этом помещении читать семинары так появилась первая группа в апреле месяце появилась вторая группа в марте месяце в мае месяце появилась третья группа и так далее и так очень медленно уже нельзя сказать первый доход от того что я читаю читал эзотерическую школу кайлас для людей имея группы проводя сангая и так далее я получил спустя первый доход в размере но приблизительно там 200 долларов я получил спустя приблизительно два года до два года из этих двух лет два года я работал на тем чтобы сделать сайт который никто не видел сделать фейсбук страницу которую куда никто не заходил никогда писал статьи которые никто не читал каждый день это занимало у меня 23 часа работал с этими людьми принимал этих людей ездил к ним домой кто-то из них болел они стали моими друзьями по сей день мои друзья и вот так вот плавно я это все развивал к чему я это все говорю вы должны знать что человек который пробует что-либо начинать создавать он должен знать что быстро у него не получится так не бывает поэтому если вы собираетесь там youtube то вы должны знать или на открыть магазин который нет который не будет продавать или еще что-либо сделать вы должны знать вы должны каждый день четыре часа работать каждый день много снимать видео каждый день их постить там если вы там рыбой торгуете или креветками каждый день постите говорить о том что вот у меня новые поступления вот у меня новая креветка вот выходить прямые трансляции так далее каждый день это делать и этому посвящать четыре часа у вас сайт вот смотрите как все устроено вы просто сейчас поймете я все время говорю ну нет у меня конкуренции объясню вам почему смотрите у меня в свое время появилась идея открыть социальную сеть в потоке она до сих пор есть она существует но пока еще я ее как бы не не влад не до вложил в нее деньги социальная сеть в потоке она должна конкурировать с другой социальной сетью facebook социальной сети facebook есть на сегодняшний день более чем полтора миллиарда сообщений которые написали люди которые пользуются социальной сетью чем больше сообщений в социальной сети тем более рейтинговая социальная сеть почему тик ток так быстро развился потому что там короткие видео они до одной минуты люди начали постить эти видео и они очень быстро набрали такую же ссылочную массу и такое же количество видео по количеству как и youtube почему паша много вот вы открыли сайт допустим который называется эзотерика какой сайт по эзотерике на сегодняшний день более продвигаемый на котором вот если посмотреть есть там допустим кампион ру или аурион ру и там на этот сайт туда заходит каждый день там 10 30 90 150 тысяч человек и тут вопрос у меня больше статьи у меня интересный почему ко мне не заходят ответ заключается вот в чем дело в том что на том сайте которые есть там большое количество статей ссылочной массы люди между собой общаются есть форумы если посмотреть то там большое огромное количество информации которую туда вложили вы открываете допустим инстаграм страницу она называется там на продажа косметики вы должны знать что продажа косметики в вашем городе там продажа косметики город днепр и продажа косметики город днепр у вас вторая страничка вот там где продажа косметики город днепр там на этой страничке есть там 8000 постов которые они сделали на протяжении пяти лет и вы говорите я хочу продавать как они а вы знаете точно что они продают много так вот вы сможете быть таким же видимым для чего-либо для гугла для бинга для какой-либо социальности для самого же инстаграма после того когда у вас будет столько же постов сколько и у этих это будет вас видеть и он будет вас классифицировать как высоко релевантного конкурентного человека что делает допустим вы говорите я хочу в youtube и я хочу чтобы в ю тубе меня смотрели что нужно сделать и вы хотите там самые интересные там делать музыку отлично возьмите сайт который вернее возьмите канал который делает точно так же музыку посмотрите сколько у него постов я кажется что у него у этого сайта вернее у этого канала постов больше чем там там 150 тысяч каждый день выходит 10 постов и так происходит на протяжении там 21 года вы можете с ним конкурент сколько он зарабатывает там 200 300 тысяч долларов а вы можете столько зарабатывать вот напишите столько же и будете и человек говорит а как же тогда что же тогда делать отвечаю вы должны знать что когда человек начинает там продавать юбки или еще что-то лечу что он должен знать что он должен конкурировать со всеми остальными если вам придется конкурировать вы должны несколько лет хотя бы немного поднять себя и приблизиться к этому в этом основная сложность человек говорит я открыл сайт у меня ничего не продается и не должно дака почему все же открыли вот у меня были люди они сколько работают они работают уже на протяжении там 20 лет и к ним люди идут и у них так много людей такой же открыл товар у меня лучше всем говорю у меня лучше на каждой странице написано лучше товар лучше товар отлично сколько у тебя статей но 10 ну что у них больше да у них больше у них больше и эти статьи у них там маленький есть форум кто-то постит кто-то перепощивает ссылочная масса и так далее и так далее они ведут давно там 20 лет уже ведут instagram страницу вот как допустим есть сайты вот почему почему допустим в амазон много людей заходит в амазоне чтобы вы понимали 1 миллион 800 тысяч постов прикиньте 1 миллион 800 тысяч постов если сегодня я задамся целью и сделаю 1 миллион 800 тысяч постов у себя на сайте бады или сайте эзотерики я вас уверяю что круче меня в этом регионе в котором я нахожусь и может быть там во всех остальных регионов не будет будут там поисковые слова или нет главное чтобы h1 так был у меня там высоко релевантный какой-нибудь там купить бады и каждый будет на каждый один будет у меня купить бады купить бады купить бады после этого переплюнуть меня даже по рекламной ссылке будет невозможно потому что будет огромное количество постов но дело в том что это же вложение должны быть посты написаны это взять журналист или взять людей они должны писать инди и вот знаете когда человек начинает сам чем-то заниматься он говорит да я все сделал я написал в g5 что-то положил там ничего там не у меня не получается попробовал сделать там рассылку человек заходит он не понимает что от вас что вы от него хотите у вас написано там труба пластмассовая самое лучшее и и что ему что не нужна труба возможно нужно но тогда нужно писать по-другому сначала эмоции это не труба это полет в космос ого какие трубы еще бывают сейчас нужно купить трубу вам вы нашли то место где нужно купить прямо сейчас позвоните мне вот это сообщение можно уже продвигать а если там труба еще труба при чем тут труба я хочу вам сказать вы готовы ко всему готовы преподавать эзотерику готовы что-то делать готовые там чем-то заниматься но вы не готовы терпеть но вы не готовы над этим работать вы начинаете руки опускаете забываете вы начинаете руки опускайте забываете и люди обычно так устроены они решили потом говорят надо кого-то найти вот я знаю что если надо кого-то найти то ты не специалист тогда что нужно делать не нужно никого искать нужно становиться специалистом как ну слушайте сейчас вся информация как продавать как выбирать аудиторию где эта аудитория находится как создавать посты чтобы их смотрели и возможно через месяц бесконечной работы по полтора часа каждый день вам добавится там 100 человек 100 человек первый месяц еще 70 человек второй месяц еще там 50 человек третий месяц и это если вы ежедневно будете делать много постов youtube и кто где угодно как становятся блогерами знаменитыми много работают много постят много высказывают и что они делают делают свой вес в пространстве энерго информационном то есть они делают и делают и делают и делают и делают вот это и происходит поэтому теперь вы поняли что вам необходимо хотите в ю тубе зарабатывать ну конечно выберите социальную аудиторию выберите программу там канва где вы можете делать выберите выберите там в серпстате выберите аудиторию там с большим трафиком и маленькими маленькой конкуренции выберите эту аудиторию вы будете первым в этом этому всему можно обучаться где и ждите что ближайшие четыре года у вас не будет дохода возможно через год усиленной работы каждый день по два-три часа у вас появится уже своя персональная аудитория который будет обращать на вас внимание который будет вас видеть и слышать и так далее вот она вот так андрей андреевич приветствую мне снились пару дней назад я люблю жену свою я если я снился это не я вы были за рулем школьного автобуса и люди к вам подсаживались и я в том числе по всему автобусу мы развешивали серебряные украшения супер и что же я должен сделать а вот смотрите вы мне написали сейчас эти слова а какой конкретно ко мне вопрос то есть вы мне просто сон рассказали но мне интересно а где вопрос то есть если бы вы написали андрей андреевич к чему бы это вы мне приснились то я бы сказал а так вы мне рассказали сон ну рад мадина ахмедова здрасте подскажите если я в разводе но брак не расторгнут влияет на мою судьбу нет не влияет человек влияет на свою судьбу при помощи своих мыслей когда он тянет за собой ворох того что было с ним раньше и не хочет жить и делать идеи как он живет сейчас и что как он будет жить дальше самое сладкое добрый день я помню ваши слова что скоро жизнь моя изменится я знаю что это произойдет в 2004 родилась в 92 много лет одиночества абьюзера мужа его и вдовство и что но что вы хотите от меня милая моя скажите что светлана аращук добрый день сын не общается со мной уже год обиделся скажите увижу у нас будет было ссоры сорт мне очень тяжело вижу его его увидите до светлана аращук все нормально будет какое бы ни было сердце это сердце рано или поздно любая льдинка в сердце рано или поздно тает поэтому никогда не переживайте за это все будет хорошо почему меня любят люди я уже очень давно делаю так встречаясь каждым человеком я мысленно представляю будто этого человека обнимаю даже вот прихожу куда-то в офис и ищу то чувство которое бы позволило мне обнять этого человека какого любого человек подходит на улице говорит привет или как дела его хорошо и мысленно представляю будто я его обнимаю этого человека если так делать то всегда весь мир будет таким большим бесконечным элементом обожания вас муж абьюзер зачем вы это пишите самая простая практика это практика ходите смотрите на всех мужчины представляете будто эти мужчины подходят к вам у вас обнимают и вы хотите чтобы они вас обнимали вот так это так мир устроен смотрите уже рассказывал могу повториться женщина устроена так чтобы давать что давать она детей рожает она молоком ребенка кормит она ухаживает дает свою заботу и так далее что мужчина но мужчина вот только пользуется и получается что же должна научиться делать женщина не можете выйти замуж научитесь давать что давать не спать с кем-то а что это обозначает хоть что-то мужчине какому не знаю придите в детский сад раздайте там мальчиком конфеты и каждого мальчика обнимите сделайте так четыре раза замуж выйдете такие проверено ли это уверен на сто процентов если вы будете это делать от чистой души но я хочу вам сказать не каждый мальчик подойдет и захочет с вами обняться и захочет взять у вас конфетку почему потому что там у вас где-то сосулька это сосулька она должна будет рост раз растаять вот так а мужчины говорят а я не могу женщину найти я не могу женщину мне никто не дает и так далее а что необходимо сделать смотрите если женщина должна дать жизнь дать девочкам каким дать мальчикам вернее каким-либо накормить кого-либо или там по ухаживать за кем-либо то мужчина должен наоборот он должен делать так чтобы принимать то есть он должен расслабиться и говорить если женщина обратила на него внимание то он должен ждать говорит а что еще или там а как еще и вот просто после этого сделал почему мужчина должен там дарить ей цветочки или целовать ручку почему паш такая женщина будет готова что-либо дать готова дать эмоции красоту и так далее почему так все устроено проявляйте к людям милость и они вернее проявляйте к людям доброту и нежность вот вот так проявляйте к людям нежность и люди будут к вам относиться с милостью что такое милость что подают церкви подают милость тогда как необходимо относиться к этому миру с нежностью почему чтобы не поломать почему наломали уже он видите сколько всего не стремится жить с мужчиной в паре нет не стремится и не не стремится вам не нужно стремиться жить в паре почему стремитесь любить вам нужно стремиться любить жить в паре не жить в паре все фигня вообще от первого слова до последнего 50 лет 90 160 60 тело чехол но в теле душа вечная именно поэтому нужно знать что чем душа добрее теплее ярче тем ярче теплее добрее жизнь и в жизни к человеку я могу сказать что любить важно любите того с кем живете и тогда а если уйдет от вас махните рукой не боритесь почему жизнь одна но я хочу вам сказать чаши весов вами проявленной доброты к этому человеку они настолько будут тяжелы что на тяжесть ваших весов слетятся смотрите вы накопили доброту но человек эту доброту у вас не взял он решил от вас покинуть и на эту чашу почему чем добрее тем тяжелее чаша и вот в рядом с вашей чашей будет идти другой человек и в нем много доброты которую он хочет в кого-нибудь или с кем-нибудь поделить и после этого он должен сесть на эту чашу и ваша чаша должна уравняться поэтому когда с вами живет абьюзер когда вас бросили и так далее работайте над тем чтобы быть добрым потому что чем больше вы ненавидите тем сильнее чаша поднимается и найдете такого же поэтому работайте над тем чтобы быть абсолютно добрым человеком сердечно добрым чувственно добрым мега добрым и тогда в вашей же как это проявить много есть всевозможных эзотерических практик это звук я это восхищение это удивление это терпение это ощущение что радость вас наполняет это все делает человека добрым видение красоты желание счастья таким желание красоты в себе и так далее отпустите скажите да этот был какашка я его прощаю какашки мне не нужны и после этого я жду своего скоро у меня свой будет хороший добрый буду его любить и после этого к вам придет такой который на ваших чашах будет больше чем вы это есть наверно тайна а там жить мне смесь судьбу и так далее до момента пока вы себе не скажете я использую и мне удобно вот если есть использую удобно это все ложь чем больше лжи в момент того когда начинают друг другом жить тем несчастнее жизнь и тем хуже она заканчивается причем и для хорошего и для плохого почти всю жизнь прожила одна сейчас мне 53 слушайте любите просто любите просто ни на что не обращайте внимание возраст любви не помеха скажите что нужно сделать что появился свой собственный дом хочу уже съехать с квартирой родителей в разводе есть сын не сильно ли вы загибаете свой собственный дом сначала свой собственный съемная квартира потом своя собственная своя однокомнатная потом помененная на двухкомнатную как это хочу от родителей съехать ну так вы знаете сколько дом стоит ну самый дешевый дом маленькие там где-то в пригороде будет стоить но я не знаю 60 тысяч долларов как нужно сеть свой собственный дом есть очень хорошая тема каждый каждый месяц откладывайте по 1 тысячи долларов живете на остальные деньги которые у вас есть у вас естественно через сколько там 56 месяцев появится собственный дом а по-другому откладывайте по 200 долларов тогда через сколько месяцев через 11 лет а что же делать ну делайте бизнес мы будем делать бабки мы будем делать баб а чем же мне заниматься для того чтобы делать бабки для того чтобы делать бабки нужно помнить о принципе эксплуатация трудового пролетариата или эксплуатация себя тогда что необходимо делать но знаете куча людей когда-то делала что-то производила что-то я раньше говорил можно делать шапки есть даже сайты такие youtube каналы там рассказывают о том как можно делать что-то дома можно делать шапки продавать их там через телеграм и инстаграм и через google и тик токи и там как хочешь можно нет можно главное влюбиться в то дело которое вы любите его популяризировать ежедневно и много так как сейчас раньше можно было уметь сделать сейчас этого недостаточно сейчас уметь сделать уже недостаточно потому что вам придется конкурировать с людьми которые умеют продавать где в социальных сетях сайты никто не смотрит на сайт смотрят на магазины покупают все с магазинов на самом деле покупают все вот везде где угодно кроме сайта практики найти любовь вы хотите практики найти любовь или практике еще чего-то слушайте живите и это самое важное дело в том что человек очень часто хочет придумал себе и говорит я хочу переехать сыном на квартиру я хочу переехать в другую страну я хочу переехать еще куда-то не то все не то дело в том что вы уже страдаете от того что у вас этого нет когда человек страдает от того что у этого нет то бог видит это как страдание от того что она у вас появится хотите верьте хотите нет именно поэтому это нужно отпустить не замужем отпустите нету квартиры отпустите пусть у вас будет одно желание поставьте это желание и делайте практике для того чтобы обрести счастье и везение для человека который живет в этом мире есть два качества которые мега могут изменить его судьбу это качество быть везучим и качество быть счастливым поэтому счастье мы можем найти развивая в себе это счастье при помощи чего удивляетесь восхищаетесь радуйтесь малому переходите на большее так все будет радовать а потом уже начинайте выполнять практики для везения это тоже есть там обретение фортуны там есть мантры коды и там куча всего они не потеряли свои актуальности никогда не потерять я еще раз хочу сказать вы просто вы просто не понимаете все что есть у человека все вещи которые есть у человека они ему равны все неравное этому человеку ему не дается или у него отнимается и все равное душе останется доброта и любовь есть равная душе увеличивая равная душе то есть увеличивая свою доброту увеличивая обожание внутренняя увеличивая по отношению к себе по отношению к миру по отношению к своей работе по отношению к цветочкам я не знаю к чему вы этим самым увеличиваете в этим самым увеличиваете материю правда путь к покупке квартиры это обожание чего своей жизни каким образом это я не могу подсказать прям не могу подсказать мне вот для знаете зачем люди придумали золото за золото можно обожать человек одевает золотое украшение смотрит на него обожает и почему придумали красивую одежду после себя в красивой одежде можно обожать почему придумали детей дети рядом после их можно обожать почему есть такая красивая природа и и можно обожать почему есть а человек как это делает он не одевает красивую одежду почему испачкается а у него нет он там голодный паша тело некрасивое дети его бесит там зачем где ваша где ваш магнит материального в чем он в том что соседи ругаются вы их ненавидите в том что хотите жить в грязи в том что всех заставляете жить так как вам хочется в том что вас ненавидят и вы ненавидите вообще задайте вопрос как-нибудь себе пусть он звучит так кто и будут те люди которые придут к вам на похороны они вообще будут эти люди будут кто вас любит а вы знаете это очень важно вот если вот когда-то у меня было общение это было несколько лет назад мы очень долго дружили с борисом гребенщиковым правда это мой друг я его очень хорошо знаю я дружил с ним и знаю его семью многое о нем знаю со всех сторон и вот в харькове когда-то мы встречались и он меня пригласил приехать в харьков на концерт он там привозил проводил концерты я приехал на концерт и мы с ним общались я люблю борисом тебя так много людей любит он говорит я могу сказать я тот человек который нереально обожает и любит людей но у меня периоды у меня периоды когда я невероятно обожаю людей и из-за этого готов отдать подарить помочь и все раздать но бывают периоды из-за того что я отдаю очень много находятся те кто меня предает использует ведет себя нехорошо по отношению ко мне я разочаровываюсь и потом у меня вновь зарастает 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 и потом вновь появляется у меня период когда я вновь всех обожаю всех люблю ко всем хорошо отношусь и в этот момент верю ты знаешь это у тебя видно сердце такое но то принимает уже не может как бы задыхается поэтому видишь видно путь у тебя такой но я ему говорю ты знаешь когда ты умрешь к тебе на похороны придет очень много людей будет там не вообще все равно потом будет я говорю ну вот видишь а у меня были случаи когда человек умер и к нему никто не пришел никто даже даже дочь из германии даже внучка из америки не приехали пришла только дочка тогда скажите могло ли быть что-либо материальное таковое не было ничего не было почему не был никому нужен были подруги которые не пришли были друзья которые не пришли и еще один случай был это был случай с моим близким человеком его анатолий михалыч звали и как-то он умер нами очень любимый близкий человек и вот когда он умер на улице было очень холодно это была середина февраля было минус 35 или минус 40 градусов это небольшой город в ровенской области и я приехал я еще находился за границей я приехал к нему на похороны и в маленькой квартире подъезжая к его дому он жил в маленькой однокомнатной квартире на первом этаже и перед домом стояла чтобы вы понимали где-то 600 человек людей мерзли они не могли зайти чтобы с ним попрощаться и все пешком пошли туда и каждый человек говорил потом вот когда сидели за столами одни приходили другие уходили то все говорили такие слова мы благодарны этому человеку за что кому-то он свое время помог квартиру кому-то он помог там теплым словом кому-то он помог советом для кого-то он был как отец для кого-то он там был поддерживал теплый так далее вы знаете знаете человек должен для себя выбрать как проявляется любовь и доброта вы должны понять что любовь и доброта это наше желание проявлять в этот мир любовь и доброту теплый совет желания теплый совет создать для кого-то это все это все важно это все прямо пропорционально прямо пропорционально богатству сразу же найдутся люди которые скажут дуйко ты врун почему но мы знаем таких людей которые воровали убивали и так далее а я не сказал что таким путем нельзя стать богатым я не сказал знаете данный путь не сложен такой человек моей жизни тоже был звали его александр 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 он устроился он красивый мужчина накачанный такой почти двухметрового роста ему было 42 года и он работал в магазине где продают дорогую итальянскую мебель он встречался от к нему приходили женщины они выбирали итальянскую мебель такая мебель стоила там денег он знакомился с такими женщинами заморачивал им головы занимал угги занимал у них деньги если они просили обратно он их кидал и не отдавал если были неприятности то он их просто там либо избивал либо убивал я не знаю он очень состоялся он очень состоялся и даже стал в одной из стран очень знаменитым человеком которого сейчас уважают обожают и так далее но он бьет детей своих бьет жену у него он очень жестокий человек но внешне он он сейчас прямо вот внешне идеальная картинка для подражания внешне этот человек которому можно петь дифферамбы если у него день рождения то все люди ему говорят как он много сделал насколько он хороший и так далее но он выбрал для себя другой путь внешне он абсолютно он даже в церковь входит и внешне этот человек очень очень благополучный счастливый и так далее но есть три качества он ненавидит всех он ненавидит всех его раздражают его дети его жена его мать его раздражают люди тот кто работает у него когда с ним разговариваешь я с ним спортзал ходил как-то и во время разговора вот он разговаривает так он там осудить это гандоны чтобы вы просто знали а что там люди то люди на блюде а эти то уроды и вот у него все люди знаете уроды и так далее но говорит как-то мне говорит то ты же мой дружбан мы так давно с тобой уже дед где-то надо пересечь а там в ресторане по есть может какую-то общую тему найдем ты же знаешь что у меня там возможности такие сумасшедшие я там вообще у меня все есть и там вообще супер верю но я не нуждаюсь у меня тоже все хорошо в жизни но так что там у тебя я говорю то нет ну конечно на твои звезды я не рассчитываю таких людей как ты тоже надо быть талантом и в этот момент я вышел из раздевалки и второй человек подходит ли саша а кто это он горит а лошара какой-то там дуйко-пуйко ну чтобы знали просто что делается в душе у этого человека они внешне красивые но в них столько какашек это очень большое количество людей какашки какашки они другие другую жизнь живут их дети несчастны от того что они родились у таких родителей им тяжелая карма потому что они при всей своей благородности там внешности и так далее они могут очень откашливать сильно и человек говорит там нет нет я знаю таких что всех там кидают всех не на вид ну слушайте жизнь это тело наши чехол знаете нам его дали чтобы мы радовались а душа бессмертная так вот душа бессмертная нам потом должна будет где-то возродиться и вы знаете слишком коротк наш мир для того чтобы от него не получить удовольствие и слишком он многогранен чтобы посвятить всю свою жизнь одной идее ненавидеть кого-то ненавидеть себя и делать вокруг себя поле ненависти и служить демоном такого самого зла что я разговорился сегодня здрасте андрей андрей скажите а на полных часах с мелодии какое имеет значение любые мелодии любые часы отбивают деньги поэтому носите дорогие часы покупайте себе напольные дорогие часы вообще напольные часы от гонят духов обычно во всех квартирах или еще где-то заводится духе это духе блуда там если муж или там кто-то закрывается долго в туалете то что они там долго делают вот может быть смотрят на голых тетей может быть на голых дядей если кого-то там или с кем-то переписываются все это заканчивается желанием это желание капсулировать ся притягивает из астрала духов блуда такие духи блуда они потом шляются что они потом делают они делают ноги из-за этого болят руки у человека ничего в жизни получается ссорятся в семье а как угнать или как разогнать духов блуда необходимо брать либо в колокольчик звонить либо звук создавать они желают тишины и если человек шевелится они на него реагируют а если сильно ударяют там в чаши вот тибетские эти все в чаши бьют там и где-то в чё то есть специальные такие тибетские методы изгнания духов когда трубят в горные такие трубят гонлины они называются и очищают таким образом пространство почему духи боятся громких звуков они их боятся и исчезают то есть убегает им не нужно они боятся огня и громких звуков поэтому когда часы бьют то они как ни странно очищают пространство от чего от того чтобы глупости в голову не лезли на ту of paradise добрый вечер андрей андрей здрасте можно через вас передать просьбу софии можно может она проведет нам девочкам вебинар еще раз пожалуйста теперь о косметических продукции мизоне она вчера записала 20-минутное видео мы не ожидали что у нас пойдет это мы только коробки сейчас доделываем и здесь будет еще распаковка и будет еще видео и она я вам обещаю будет выступать для нее это новинка есть сложно она еще не умеет думает что она некрасивая думает что она там неправильно разговаривает думает что от нее кто-то что-то требует и так далее я говорю не нужно этого слушай будь собой и это ж твой продукт и так его хотела три года мы его там лиле ли она с утра до ночи ну просто годами даже не месяцами то это производство люди этих технологий потом технологические процессы потом эти сертификации гигиенические заключения потом это оборудование потом это что-то ждали что-то приезжало потом мы заказывали что-то из америки что-то заказывали из кореи там что-то из японии что-то из франции из арабских эмиратах и ты так далее то есть это все так долго длилась прям так долго и когда это уже начала ориентироваться создаваться я говорю ну раз ты сделала это все тебе придется теперь выступать на говорит нет я хочу не выступая нет раз ты создавала тебе необходимо много теперь выходить к людям преодолевать свои страхи сомнения а уже никого не интересует нравишься ты не нравишься хорошо ты разговариваешь или плохо сказал грусть полезай в кузовок поэтому хочется не хочется придется точно так же с каждым человеком человек говорит я вот открыла магазин и у меня там не получается продавать кого бы нанять для того чтобы вместо меня никого преодолеть и грусть и страх и каждый день по три раза в день о чем конкретно своем товаре вот я юбку сшила все видео закончилось или вы продаете одежду и делаете инстаграм трансляции рилсы таки вот такая юбка классная стоит сто рублей потом вот такая второе видео вот такая юбка стоит 200 рублей не забывайте ставить хэштеги юбку купить или купить юбку а потом юбка такая вот такая такая одежда и так далее и всю одежду на себя мерить и показываете по 10 секунд по 15 делайте делайте увеличиваете ссылочную массу на себя тогда все кто ищет купить юбку в вашем городе будут находить вас везде и в гугле и в ютубе где захочешь обещаю что софии просьбу от вас передам прямо сильнее андрей андрей скажите как верните быстрее кредитов сжигайте на свече помните расскажу натура в парадис андрей андреевич еще вопрос сои можно можно почему вы иногда на 40 лет выглядите редко чаще на 30 чем секрет нет 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 вероятнее всего это правильный ракурс может быть это вы не забывайте что перед вами сидит человек который прошел 12 химиотерапии в ходе своего лечения потерял пару органов также человек болеющий почему болеющий у меня там были травмы позвоночника были травмы открытые переломы рук открытые переломы там зубы у меня там были выбиты после на машине когда-то разбился там куча операций я могу сказать что когда дети у меня родились и я вот с машей тогда была маша родилась анечка и было такой период я думал все уже попрощаюсь с этим миром это только потому что у меня искренне и яркая любовь к детям и к своей жене и к своим близким это помогло мне как-то преодолеть вот это а так я уже думал все конец мне будет знаете человек пышет и деньги есть и все остальное здоровье вообще нет сейчас что я делаю я могу сказать что я перестал совершенно думать о прошлом я не думаю о прошлом не пускаю воспоминания также я знаю принцип молодости он звучит так чем больше ты на протяжении дня восхищайся и радуйся тем моложе ты выглядишь радуйтесь смейтесь восхищайтесь прикалывайтесь над собой и больше позитива низом не ныряйте в телефоны вообще самое страшное что сейчас есть человеческой жизни находится у вас сейчас прямо в ваших руках я хочу вам сказать как снизить как снизить вес как улучшить сон как сделать так чтобы выглядеть моложе я могу вас научить берете вот этот телефон и в 9 часов вечера его выключаете кладете где-то в квартире и до следующего дня до 10 утра его в руки не берете начнете так делать за один месяц минус 20 лет где бы вы не жили как бы вы не хотели делайте как я вам скажу будете приятно удивлены точно так же с телевизором мы не уделяем себе бог так устроил людей что они должны быть на улице поэтому по чуть-чуть гуляйте иногда обязательно там обязательно спите крепкий сон теплые отношения в семье физические упражнения диета там баня иногда отсутствие алкоголя чтение мантр и так далее это все и есть принципы какие из бадов самые лучшие для того чтобы выглядеть моложе на первое место на первое место ставки коллаген коллаген в нем находится вещество которое влияет на фактор роста тот кто пьет коллаген восстановит все абсолютно вообще есть целый цикл такой у меня там я рассказываю коллагене от препарате который называется цистин это аминокислота и объясняю почему это необходимо принимать я вам говорю вот на сто процентов начинайте принимать коллаген принимайте его с цистином и на протяжении цистерином или цистеином все равно с чем и на протяжении одного месяца можете фоткаться до и после не забывайте что я постоянно провожу марафоны во время марафонов дышу работаю провожу целительные практики с людьми делаю это долго и часто поэтому конечно выглядите буду хорошо сейчас спорт нельзя какое-то время но в дальнейшем спорт будет к чему я это все сказал эзотерика в моем случае мне помогает еще если бы жена дала какой-нибудь кремчик чтобы этом под веками на веками или там где-то еще мазал то я был бы еще более счастлива но ничего доберемся и до этого сегодня у меня держи дня пожелайте счастья желаю вам хана и шаль его счастья скажите от чего я не могу испытывать радость вообще никогда черствое сердце можно ли как-то убрать можно есть специально у меня семинар который называется обретение радости это одно из сангая там прямо она так и называется работа с четвертой чакрой обретение радости может ли быть такое да я считаю если человек ни от чего не испытывает радость у него есть сердечное проклятие можно ли убрать проходите по очереди четыре ступени эзотеристской школы кайлас на четвертой ступени я убираю это проклятие может ли кто-то не знаю я не уверен что кто-то уберет хочу спросить о посте 9 дней если он выпадает на субботу вы говорили программирование душа правильно третий год почусь на девятый день но если выпадает на душу то пост не отменяйте мне 41 год юли не могу найти самореализацию мечусь между творчеством эзотерика необходимостью работать по профессии два года без дела из-за вынужденной релокации вообще это смешно человек не должен вообще что значит зарабатывать эзотерикой как вы собираетесь зарабатывать эзотерика что конкретно делать ну допустим человек говорит я собираюсь зарабатывать эзотерикой хорошо что вы умеете делать ну допустим человек говорит я умею гадать на таро супер тогда вы два года были без работы вам необходимо было с утра до ночи делать видео как вы гадаете на кого я когда-то одному человеку посоветовал говорит ну как я буду мне нужен человек чтобы ему гадал я говорю а гадай на всех подряд на карлса кастанеду на оша гадай там на знаменитых певцов гадай там на кого увидишь вообще на политиков гадай что будет что не будет делаете видео он начал делать видео в день он делал видео по 7 штук сейчас у него очередь стоит чтобы он погадал на этих картах таро такой кучерявый ему друг же не зовут и говорит огромное спасибо почему потому что нужно слышать то что говорю вот поэтому или там по профессии творчеством одному из своих друзей когда-то сказал я рисую картины куд как мне их продавать я есть нарисованные есть каждый день делай видео в тик ток поворачиваешь картину говоришь картина вот это вот это в ней вот это вот это после этого делаешь второе видео в этот же день 3 и так далее и повторяешь все видео повторяешь каждый день он говорит так будет куча одинаковых видео и что это не имеет никакого значения и вот он каждый день начинает утро с того что он показывает картины и он говорит они начали у меня покупаться до этого говорил мои картины никто не берет я не знаю как их продавать сейчас говорит да вообще у меня их везде покупают работать по профессии случае если вам платят хорошо по профессии работать если не платят то вообще можно человек может очень реализоваться во всем можно ли стричь мужчину с которым встречаемся да можно будет ли себя будет здравствуйте андрей андреевич как вы относитесь к бат черный мед я считаю что любой мед для человека у которого есть избыточный вес опасен как проявляется все смотрите если у вас избыточный вес и частая диарея то любой мед вам нельзя вообще категорически если у вас худоба если у вас ощущение замерзания при худобе если у вас мало крови и тогда такой мед вам полезен когда есть такой мед перед сном 1 чайная ложка вам точность андрей андрей что с суррогатными материнством души ждут очень попасть пробирку нет души ждут соединиться между яйцеклеткой и еще чем-то так вот я вам хочу сказать что суррогатное материнство это не то о чем вы думаете суррогатное материнство это когда берут яйцеклетку чужой женщины молодой женщины ставят это после этого той женщине которая может выносить после этого это оплодотворяют от мужчины которого человек любит или женщина не может выносить но у нее еще есть яйцеклетки эти яйцеклетки берут после этого оплодотворяет в пробирке со спермой мужчины с которым живут и после этого берут вот эту оплодотворенную яйцеклетку ее ставят женщине которая может выносить ребенка она вынашивает ребенка который не является ее так как яйцеклетка не ее и не является от любимого человека это вообще чужой ребенок она в этом случае выступает как донор своего тела развивается но как паразит в ней такое вот существо после этого она вынашивает и благополучно рождает и вот такое бывает не всегда это срабатывает бывают и другие специфические случаи бывают когда нет отца и нет матери еще там что-то нет и так далее как я к этому отношусь я к этому отношусь положительно со стороны тех людей которые решили завести потомство но не могут и отрицательно со стороны той женщины которая предает того ребенка которого выносила под своим сердцем ради денег вот и все поэтому в случае если женщина родила ребенка и готова его отдать понимая что там нет ничего ее то это предательство почему чтобы не вытащила ты под сердцем это все равно является твой ребенок поэтому хорошо было бы чтобы женщины вынашивая детей любили их до самого последнего дня не забывая о том что их ребенок и что это самое большое счастье если я начну продавать женскую одежду в инстаграме у меня будут хорошие результаты да вечером когда вы останетесь наедине сосредоточьтесь на своем сердце представьте будто вы и этот мир в котором вы живете вы находитесь наедине только вы этот мир найдите после этого спокойствие в своей душе в груди когда у вас появится ощущение спокойствия соедините его с состоянием радости от того что вы просто живете когда вы когда это состояние радости у вас получится или появится возьмите вот туда и мысльно представьте будто там находятся люди которых вы любите и даже не любите представьте их и обнимите если у вас соседи рычат и злятся представьте будто там находятся ваши соседи и вы их обнимаете так вы лечите этих людей и в их жизнях тоже появится и мир и счастье а теперь вопрос вы готовы быть как иисус христос и любить всех или нет этот вопрос уже не ко мне здрасте как защититься от соседа и стоит ли нам продавать квартиру в крыму стоит вас выгонят из крыма со временем поэтому дети иначе я вам говорю это серьезно я говорю после знаю что будет с крымом дети иначе вам будет там просто конец заберут не отдадут и вы же сами взяли и не заплатили поэтому аккуратнее прошу подсказать про обряд с красными яблоками на торговлю берете кошелку с красными яблоками ставите там где вы продаете и всегда у вас будет торговля лучше чем у остальных конец вот и весь обряд я желаю вам счастья я надеюсь сегодняшний вебинар был интересным для вас я искренне хотел помочь вам возможно мои советы были для вас интересными напишите свои отзывы по поводу проведенного мной вебинара после этого вебинара под данным семинаром под данным вернее youtube-трансляции также я хочу вас пригласить на мой ближайшем времени проводимый марафон и на мой обряд который называется обряд построения пентакля везения как на него попасть перейдите на мой сайт дуку гуру и после этого там есть лендинги которые висят прямо на этом сайте и посмотрите что в ближайшее время планируется в нашей школе и вы можете поприсутствовать и поучаствовать все мои обряды и все мои семинары которые провожу онлайн имеет очень мощное воздействие помогают людям и прийти к тому чтобы быть счастливым и прийти к тому чтобы быть богатым и прийти к самопознанию и ощущению себя своей жизни не забывайте о счастье которое является основной частью нашей жизни выберите для себя путь который может вам жизни очень существенно помочь быть и счастливым и богатым и любимым и так далее до свидания выключаем